МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События поистине уникальные и долгожданные. Работники завода спускают со стенда первую трёхслойную утеплённую стеновую панель. А вот на наших глазах творится ещё одна история. Перед объективами фото и видеокамерой рождается пустотелая железобетонная плита перекрытия. Это первые опытные конструкции завода. Сегодня на предприятии закончилось перевооружение мощности, идут пусконаладочные работы. Объект практически полностью готов к исполнению своего главного предназначения – выпуску готовых изделий для сборно-монолитного каркасного домостроения. Иными словами, завод «Заполярье» обеспечит строителей Наринмара готовыми строительными конструкциями, из которых в будущем будут возведены жильё и различные объекты социальной инфраструктуры. Кроме пусконаладочных работ, сегодня на предприятии идёт набор и обучение сотрудников. Сегодня штат завода «Заполярье» укомплектован только на четверть. В планах трудоустроить 80-85 человек. Упор руководство нового предприятия делает на местные кадры. Ряды сотрудников завода уже пополнил Дмитрий Кожин, бывший работник Наринмарстроя. Весь процесс ещё только налаживается, поэтому жду ожидания очень многого, очень большие перспективы у этого завода. Я уже сам вижу это наглядно. Самое интересное, что я могу всё пощупать своими руками, скажем так. И должность мне очень хорошая досталась. Я буквально со вчерашнего дня я главный мастер ЗСК «Заполярье». За техническое перевооружение производственных мощностей бывшей производственной базы Наринмарстрой взялась компания «ННКстрой», дочка ненецкой нефтяной компании. Стоит отметить и тот факт, что на объект были привлечены только внебюджетные средства, активы ННК. Это более 300 миллионов рублей. Именно столько стоил выкуп имущества, приобретение и доставка нового современного оборудования, благодаря которому проектная мощность предприятия составит до 30 тысяч квадратных метров жилья в год. Сегодня возможности и мощности нового завода презентовали и главе региона Игорю Кошину. В Окунге появилось собственное производство, которое позволит нам как минимум поддержать строителей готовыми изделиями на должном уровне. А самое важное, что теперь у нас есть возможность устроить объекты социальной инфраструктуры. Это и детские сады, это и школы, и их жилье из продукции собственного производства, произведенной на территории Ненецко-Автономного округа. И мы решаем одну из главных наших задач. Вот наша сложная инфраструктура, сложная логистика транспортная, вот наша задача в летний период завести все необходимые сыпучие материалы. А дальше уже в круглогодичном цикле мы совершенно спокойно производим все эти конструкции. Круглогодичное производство при минимально возможных финансовых затратах позволит возводить объекты в кратчайшие сроки. Главное, чтобы была потребность в строительных конструкциях. А у молодого развивающегося региона она, несомненно, есть и будет. Начало положено. Это трехслойная панель. Первое, что произведено на заводе строительных конструкций Заполярье. Из аналогичных будет построен детский сад в микрорайоне авиаторов. Заказ от компании «Версоэм» новое предприятие уже получило. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Развитие Нинницкого округа как арктического региона, присвоение аэропорту Нуринмара статуса узлового, строительство дороги на Усинск. Эти и другие вопросы стали ключевыми в ходе встречи сенатора от Нинницкого округа Вадима Тюльпанова с депутатами окружного собрания. Парламентарии обсудили уже проделанную совместную работу по продвижению инициатив от нашего региона на высшем законодательном уровне и наметили планы на будущее. Одним из вопросов, который буквально удалось продавить на высшем уровне, о возвращении потребительским обществам округа льгот как субъекта малого и среднего бизнеса. Решение данного вопроса являлось архиважным, ведь именно благодаря этим льготам у работников потребкооперации появится возможность получения субсидий из окружного бюджета, в том числе на приобретение оборудования, закупку и доставку продуктов питания в муниципалитеты округа и многое другое. С момента обращения потребобществ к власти округа прошел всего год, что по меркам принятия законов является рекордным сроком. Просто хорошо, мы сработались с ЗАГСобранием Ненецкого округа, я и второй сенатор тоже от региона. Мы сразу вникаем в проблему и пытаемся через Госдуму провести те законы, которые необходимы округу. Соответствующие изменения были приняты Государственной Думой и подписаны президентом России в июне текущего года. Кроме того, на встрече с сенатором депутаты затронули вопрос о ремонте взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьинмара, которая принадлежит Министерству обороны России. Варианты проведения работ, предложенные министерством, а именно полностью закрыть полосу и провести необходимые работы, либо две недели проводить работы, а две недели осуществлять рейсы в рамках обсуждения с генеральным директором объединенного авиаотряда Валерием Остапчуком не нашли понимания. Ремонт этот, он, к сожалению, вы сами понимаете, что, учитывая, что нет сухопутной связи устойчивой между регионом нашим и Большой землей, то тогда, особенно в летний период, жители округа будут страдать и не смогут ни прилететь, ни улететь из Нарьинмара. Приемлемый и доступный вариант проведения ремонтных работ взлетно-посадочной полосы находится в стадии обсуждения с Министерством обороны. Говоря о новых целях и задачах, которые уже появились в рамках рабочей поездки, стоит сказать о вопросе создания комиссии по вопросам развития арктических регионов на базе и Госдумы, и Совета Федерации для оперативного решения тех или иных вопросов, касающихся развития Арктики. Чтобы была создана, скажем так, совместная группа в Совете Федерации, депутатов Государственной Думы не только от нас, но всего Арктического региона, от Камчатки до Мурманска, чтобы вот такая работа, как по подобию парламентской ассоциации, могла бы осуществляться. Я считаю, что если мы это сделаем, это, конечно, поможет нам решать общие проблемы. Также в процессе обсуждения были затронуты вопросы присвоения аэропорту статуса Узлового, строительства дороги Нарьинмар-Усинск, любительский вылов рыбы, реконструкция морского порта и многое другое. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня же Вадим Тюльпанов побывал на стройках региона. Член Совета Федерации проинспектировал ход строительства сразу нескольких значимых объектов и посетил Нарьинмарский морской торговый порт. Вадим Тюльпанов побывал в новом микрорайоне на улице Авиаторов, где сейчас ведется строительство нового детского сада. Затем оценил качество городских дорог и новые технологии, которые применяют при ремонте дороги Нарьинмар-Красная. Для ремонта сложных участков окружные дорожники успешно внедряют современные технологии, в том числе с применением полиферизаторов. Проще говоря, химической добавки для стабилизации земляного полотна. Кроме того, сенатор побывал на дороге Доусинска, где шел разговор о перспективах завершения этой трассы. Кроме того, Вадим Тюльпанов посетил стратегическое предприятие региона Нарьинмарский морской торговый порт. С начала навигации порт переработал порядка 60 тысяч тонн грузов. На Нарьинмарском морском торговом порту было разгружено 28 речных и 18 морских судов. Сезон транспортировки стройматериалов продолжится до середины октября. Руководство порта планирует, что в текущем году будет обработано порядка 150 тысяч тонн груза. Объем перевалки в 2015 году составил около 135 тысяч тонн, в 2014 – 50 тысяч. Грузооборот порта должен значительно вырасти после проведения реконструкции базы предприятия. Состояние дел на рынке труда, подготовка и востребованность кадров. Нарьинмаре обсудили вопросы трудовой занятости в НАО, состояние проблемы и пути их решения. В Нарьинмаре прошло совещание, посвященное созданию Арктического территориального нефтегазохимического кластера, в который руководство Северного Арктического федерального университета предлагает вступить в Неницкому округу. О пользе проекта для региона и недропользователей рассказал помощник ректора САФО Евгений Михайловский. По его словам, объединение в кластер выгодно всем участникам. Предполагается, что он может стать инструментом развития региона, в том числе за счет федеральной поддержки. Как отметил Евгений Михайловский, округ может быть заинтересован в проекте для того, чтобы уйти от сырьевой модели развития и направить силы на повышение глубины переработки. Помимо этого, по мнению представителя САФО, как участник кластерного объединения Неницкий округ сможет модернизировать свою промышленную инфраструктуру, создать мощности по переработке углеводородного сырья, улучшить экологические показатели, создать новые высокопроизводительные рабочие места. Состояние дел на рынке труда, подготовку и востребованность кадров, кадровое обеспечение, системы здравоохранения, поддержку малого и среднего предпринимательства, как меру по содействию занятости населения. Эти вопросы обсудили в рамках круглого стола, трудовая занятость в НАО, состояние проблемы и пути их решения, инициированного собранием депутатов Неницкого округа по предложению главы региона. В своем приветствии к участникам мероприятия председателя Кружного парламента отметил, что проблема безработицы является одной из самых больших проблем в рыночной экономике, и не решив ее, невозможно наладить эффективную экономическую деятельность. В настоящее время с целью снижения напряженности на рынке труда в собрании депутатов ведется работа над проектом закона о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. Речь идет о одиноких многодетных родителях, воспитывающих нестовершеннолетних детей, детей-инвалидов, о детях-сиротах и детях, оставшихся без попрещения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Граждан в возрасте от 18 до 20 лет, окончивших профессиональную образовательную организацию и иных лиц, которые постоянно проживают на первой округе не менее 15 лет. Документ прошел первое чтение в собрании депутатов. Работа над ним ведется совместно с представителями компаний-недропользователей, другими организациями и предприятиями, работающим в округе. Как отмечают разработчики, закон станет дополнительным инструментом по привлечению рабочей силы округа в нефтегазовый сектор. Одновременно документ мотивирует и систему образования, наук, подготовки конкурентоспособных кадров. Ранее депутатским корпусом был принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Вот такое конструктивное сотрудничество показывает о том, что для органов исполнительной власти и для законодательной власти Нинско-автономного округа вопросы, связанные с рынком труда, являются наиболее важными. Один из важных факторов, препятствующих снижению числа безработных, по словам окружных депутатов, это низкий профессионально-квалификационный состав безработных граждан, состоящих в окружном центре занятости. Большую часть занятых в основном в виде экономической деятельности в округе нефтегазовой отрасли составляют работники других регионов. Органы власти, проанализировав вакансии, которые предлагает центр занятости, выяснили, что предложений от нефтяных компаний практически нет. Оказалось, что недропользователи не находят у нас квалифицированных рабочих и инженеров. Не находят потому, что сформировавшаяся за последние годы в регионе система профоразования выпускает поваров, парикмахеров, строителей, но не высококлассных бурильщиков. Поэтому нефтяники уже давно не шутят себя кадры через кадровые сходы в других регионах. К решению этой проблемы было решить зайти с двух сторон. С одной стороны, договорились с нефтяниками, а те, в свою очередь, с подрядными и субподрядными организациями, все-таки информировать наш центр занятости о имеющихся вакансиях. И сейчас в банке данных центра занятости порядка 120, это без учета устроившихся уже более 70 человек. Пройти профессиональную подготовку и получить дополнительное образование безработные могут в центре занятости населения. С начала года на профессиональное обучение центром занятости населения направлено 59 человек. Из них 52 безработных гражданина и 7 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что достижение им 2 лет. Обучение граждане прошли по следующим специальностям. Оператор по добыче нефти и газа, слесарь, сантехник, делопроизводитель, продавец продовольственных товаров, экономика и бухгалтерский учет, повар. Также ежегодные безработные граждане могут поправить свое материальное положение, участвуя в общественных работах. Еще одна из услуг центра – единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела. Такой стартовый капитал в этом году получили 6 человек. Также в конце августа администрации Ненецкого округа принят порядок, регламентирующий порядок возмещения затрат организациям, которые проводят опережающее обучение и стажировку работников, находящихся под риском увольнения, выпускников образовательных организаций, предоставляют временную работу лицам, сокращенной в других организациях. Также на круглом столе обсудили кадровое обеспечение системы здравоохранения. Сейчас в медицинских учреждениях работает 194 врача и 547 человек среднего медицинского персонала. За 8 месяцев 2016 года до работы в медицинские учреждения округа принято 35 медицинских работников. Из них 14 врачей. В том числе тут устроили 5 молодых специалистов, обучивших учебное заведение в этом году. Это врачи-метринолог, врачи-стоматолог, 2 медицинские сестры и 1 фельдшер. В этом 1 фельдшер у нас учреждение в детский дом. 5 дачи, обучающихся по целевому приему в Северном государственном медицинском университете в законодательном продолжении обучения в целевой литературе 4 специалиста и в целевой литературе 1 специалист. Благодаря этому на будущий год мы получим 10 выпускников, в том числе и вот таких нужных у нас специальностей, как шансовый стадель для груздика, обучившего, медиология и рентгенология. Руководитель департамента в своем докладе также отметила, что с целью привлечения медицинских работников в округе приняты ряд программ по соцподдержке. Это единовременное пособие в размере двух должностных окладов, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи. А молодые специалисты, впервые приступившие к исполнению трудовых обязанностей, могут рассчитывать на значительную прибавку к зарплате. Не менее 30% оклада в течение трех лет со дня заключения договора. По итогам обсуждения вопросов, участники круглого стола рекомендовали органам госвласти продолжить консолидированную работу по снижению уровня безработицы и создать новые эффективные механизмы содействия занятости населения. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал «Север». Увековеченные в названиях улиц, памяти и истории. Телеканал «Север» выпустит серию сюжетов о тех, кто творил историю Наринмара. Им принадлежат первые открытия, первые строения, первые стихи и прозы, созданные в Ненинском округе. Их имена увековечены в названиях улиц, образовательных учреждений и памятниках. В преддверии Дня округа мы решили рассказать о тех людях, которые дали старт развитию Ненинского округа. Первого полярного летчика Семена Явтысова коллеги в шутку сравнивали с Юрием Гагариным. Потому что Семен Явтысов – это первый ненинский пилот, а Юрий Гагарин – это первый русский космонавт. Улыбчивый и доброжелательный парень был родом из Нельмена носа, учился в Ненинской школе-интернате, а в 1964 году окончил летное училище в Кременчуке. В этом же году начинают работать сначала вторым пилотом, а затем командиром экипажа вертолета МИ-4. Коллеги и до сих пор, кстати, вспоминают, и совсем недавно была статья, что Семен Николаевич был хорошим, добрым другом, талантливым летчиком. Почему он не отказывался никогда летать? Потому что он знал тундру, как свои пять пальцев. Жизнь молодого мужчины, летчика-ненца, оборвалась внезапно и трагично. Ранним мартовским утром вертолет Явтысова вылетел в район Холодной Губы. Геологи вели там гравиметрическую съемку, прокладывали линию. Работа эта сложная, требующая особой точности. Вертолет взлетает и через 50 минут садится. Там нужно было несколько раз летать, потом садиться, взлетать, садиться. Там вот по одному из воспоминаний, что в день, вот они когда в геологии, там, по-моему, в районе чуть ли не 150 раз надо было взлетать и садиться. Но после 10 часов работы он погиб в районе устья реки Нерута. Связь с экипажем внезапно прекратилась. Когда вертолет обнаружили, запястья рук Семена Явтысова были перебиты до костей. Когда нашли его, он до последнего держал вот этот штурвал управления, ручку управления. То есть это говорило о том, что он до последнего пытался посадить свою вот эту машину, до последнего пытался сохранить жизнь и себе, и всему экипажу. Причиной аварии стал дефект лонжерона, микротрещина в металле, незамеченной на заводе. Семену Явтысову было всего 32 года, но память о первом ненецком летчике увековечено. Его именем названа одна из улиц Наринмара, а также его имя высечено на мемориальной стене комплекса «Обелиск полярным летчикам». А еще Семену Николаевичу свою поэму «Крылатые нарты» посвятил двоюродный брат летчика, ненецкий поэт Прокопий Андреевич Явтысы. Это он в 1996 году создаст в Наринмаре первый самодеятельный театр «Иллипс», что в переводе с ненецкого означает «жизнь». И первая постановка театра тоже на основе пьесы Прокопия Явтысова, называлась она «Пензер», «Бубин». И показывали они в родном населенном пункте, это опять же поселок Наринмонос, и как люди сидели в полной тишине, воспринимая первую постановку спектакля, и как люди плакали. До сих пор пьесы Прокопия Явтысова входят в репертаж самодеятельного театра «Иллипс» и являются его золотым фондом. Недавно с одной из них они завоевали победу на Всероссийском фестивале «Охотчие комедианты». На этом пока все, далее прогноз погоды.